здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас вот такой вопрос поступил скажите пожалуйста зависть это грех или мотиватор к достижению целей ну с одной стороны действительно мы знаем что если человек лежит в уныние и бездействие то желание того чтобы у него было не хуже чем у соседа часто может выступать мотиватором всевозможных действий как явно противоправных типа весь мир насилия мы разрушим до основания чтобы так чтобы не было богатых до такое равенство установим так и к вполне допустимым с точки зрения законодательства делам типа попытки и у себя в отдельно взятом приусадебном хозяйстве или городской квартире сделать не хуже чем у того же соседа но посмотрим что говорит об этом священное писание в книге исход где повествуется о том как господь бог дал моисею и всему израильскому народу через него 10 заповедей говорится буквально следующее и изрек бог моисею все слова сии говоря дальше идут заповеди одна из них не желай дома ближнего твоего не желай жены ближнего твоего ни поле его ни раба его ни рабыни его не 별로 его ни осла его ни всякого скота его ничего что есть у ближнего твоего вот такая форма зависти когда мы хотим не просто чтобы у нас было как у А чтобы у соседа не было, а у меня было, то есть пойти и забрать у соседа вола, осла или жену, или еще что-нибудь, то, что в народе называется черной завистью, прямо и непосредственно осуждается Священным Писанием еще в Ветхом Завете напрямую заповедь. То есть десятая заповедь, когда ее сокращенно как-то называют, ее так и характеризует эта заповедь «не завидуй». Однако можно возразить, что зависть может принимать и другие формы. Она может не принимать формы пожелания того, чтобы у ближнего было плохо, или пожелания того, чтобы то, что принадлежит ближнему, стало моим. Она, возможно, в форме хотя бы вот такой, что пусть у него будет, но и чтобы у меня тоже было не хуже. То есть здесь мы можем обратиться к самым первым главам Священного Писания, повествующему о жизни сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Вот другой вид зависти, когда ты не желаешь, чтобы то, что принадлежит брату твоему, стало твоим, а когда ты начинаешь завидовать самому факту того, что у брата твоего что-то необязательно материальное есть, в данном случае благоволение Божие. Бог призрел на дар Авеля, а у тебя самого этого нет, а на Каина его не призрел. Когда лицо твое печалится, мы знаем, чем закончилась эта история, когда Каин вывел в поле брата своего Авеля и там его убил. То есть вот эта печаль о благополучии брата своего, как называется еще иногда зависть, таким афористичным выражением, печаль о благополучии брата. Безусловно, является первым же примером зависти, описанным, как я уже сказал, в четвертой главе книги «Бытия». Это одно из самых первых событий в истории вообще человечества, описанной Священным Писанием, которое явно говорит о том, что даже если такое чувство не заканчивается убийством брата, безусловно, оно является греховным. Пророк прямо говорит в книге притчей «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Значит, вот в таком афористическом ключе Премудрый Соломон в своих притчах говорит нам о том, что такое зависть. Зависть – гниль для костей, а вовсе не мотиватор для того, чтобы достичь каких-то целей. Единственное, когда мы можем зависть расценивать как что-то положительное, она может быть описана ситуацией, которая, опять-таки, в народе называется словом «клин клином вышибают». Ну, так, например, уныние может побеждаться тщеславием. И то, и другое является для христианина достаточно серьезной страстью. Но если человек пребывает в глубоком унынии, даже у святых содержится совет «похвали его, поддержи ему, расскажи ему, какой он хороший, пусть он подщеславится». И, возможно, через это тщеславие он сможет преодолеть уныние. Не для того, чтобы стать тщеславным, а для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Так и зависть, как я уже сказал в самом начале, в принципе, может выступать временным мотиватором. Ни в коем случае не главным и основным по жизни, но именно временным таким толчком для человека, который пребывает в равнодушии, в безразличии, в окамененном нечувствии, в унынии. Будучи сама по себе печалью о благополучии брата, она не несет в себе ничего созидательного. Она не способна наполнить сердце человека радостью. Если человек будет долгое время предаваться зависти, то, как говорит нам премудрый Соломон, она станет гнилью для костей его. То, что имеется в виду, не в прямую кости наши начнут гнить, но кости — это то, что держит, то, что скрепляет весь наш организм, то, на чем, собственно, растет наше тело. Без костей мы превращаемся в бесформенную аморфную массу. Так и человек, предающийся зависти, оказывается в конечном счете не то, что мотивирован на достижение каких-то целей, а он оказывается в глубоко унылом состоянии. И поэтому одним из способов борьбы с унынием является как раз отказ от зависти. Но, как я еще раз хочу сказать, в некоторых очень редких ситуациях, когда мы клин клином вышибаем, временное локальное проявление зависти способно явиться таким мотиватором. Но только нужно четко осознавать, что ни в коем случае оно не должно быть ни основным и не действовать продолжительно. Продолжение следует...